В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжается областная акция «Лес Победы». Готова? Крепко держишь? Это наш куст. Поехали. В актовом зале Месайловской школы прошел первый пьес. Первый открытый урок в рамках проекта Московской областной епархии «Школа добрососедства». Как вы считаете, почему Бог допустил появление грехов? Священники Видновского благочиния приняли участие в проекте сотрудников районного историко-культурного центра «Стихи живут как всюду». Я привыкла подходить к батюшке на исповеди. И подходить к батюшке с какими-либо предложениями светского характера, я не знала как. В Ленинском городском округе продолжается московская областная акция «Лес Победы». В период проведения акции новые деревья и кустарники будут высажены на нескольких десятках площадок. Одна из них – детский сад «Капелька» в совхозе имени Ленина, где сегодня побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. Территория детского сада «Капелька», что в совхозе имени Ленина, и без того зеленая. Здесь много деревьев, кустарников, цветов. Но, тем не менее, она стала одной из площадок акции «Лес Победы». Акция Московской области «Лес Победы», инициированная губернатором Московской области. На самом деле выбран не только этот сад, просто сегодня, в сегодняшний день. Акция проходит по всему Ленинскому городскому округу, и во все учебные заведения усаживаются по заявкам те или иные растения. Представители администрации муниципалитета, депутаты и общественники сегодня высадили 25 кустов спиреи. Настроение отличное, несмотря на погоду. Дети в восторге. Это здорово, что мы сажали вместе с детьми, не то, чтобы пойти отдельно, а дети. Выкапывали лунки, сажали цветы, растения и поливали. И было видно, какой восторг они от этого получили. Главными помощниками в посадке кустов стали, конечно же, воспитанники детского сада «Капелька». Ребят, ну вот расскажитесь, поделитесь впечатлениями, нравится, не нравится сажать. Мне очень нравится. Почему именно? Расскажи. Потому что потом вырастут красивые деревья, кусты и цветы. А тебе нравится принимать сегодня участие в этом празднике? Лес Победы, сажаем кусты. Да. Почему? Расскажи. Потому что я очень люблю сажать кусты, деревья. И потом вырастет много цветов. И потом это можно все сдать маме. Вообще, как настроение? С хорошим. Ну вот такое отличное у нас сегодня настроение. Хоть и погода не радует, зато мы делаем очень благое дело. Во благо экологии нашего Ленинского городского округа. Готова? Клепку держишь? Я думаю, что куст. Поехали. Ура! В этом году в рамках акции «Лес Победы» в Ленинском городском округе всего было высажено более 6 тысяч саженцев. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В актовом зале Мисайловской школы прошел первый открытый урок в рамках проекта Московской областной епархии «Школа добрососедства». На мероприятие представители трех конфессий – православие, удаизм и ислама – рассказали учащимся о религии и нравственных законах. Мисайловскую школу номер один, расположенную в жилом комплексе «Пригород Лесное», посещают более тысячи ребят. Как рассказал директор образовательного учреждения Денис Грачев, многие из обучающихся – представители разных национальностей и вероисповеданий. И проведение уроков в рамках проекта «Школа добрососедства» особенно актуальна в их учебном заведении. Это как и профилактика работы с детьми, и укрепление дружеских связей детей. То есть мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы детям было комфортнее обучаться в школе и быть более сплоченными, дружными, проявлять дружеские отношения по отношению друг к другу. На встрече для учащихся седьмых, восьмых и десятых классов выступили представители трех религий – раввин еврейской общины, имам хатыб мусульманского центра Рахман и настоятель казанского храма села Молокова, которые познакомили ребят с основными понятиями и терминами своих вероисповеданий. Вера – это не есть только какой-то набор догматов, набор вероучений, но она прежде всего должна выражаться в жизни каждого человека верующего и влиять на эту жизнь. И мы с вами знаем, что есть такое понятие, как заповеди, есть понятие грех и есть понятие добродетель. На мероприятии у школьников была возможность задать вопросы священнослужителям. Как вы считаете, почему Бог допустил появление грехов, если Он всемогущий существует? Почему есть вновь, почему есть грех? Потому что Бог дал человеку право выбора, свободу выбора. Главная цель проекта – это укрепление отношений между детьми разных национальностей. В Мисайловской школе такие уроки будут проходить на постоянной основе. Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в серии квартирных краж на сумму свыше миллиона рублей. Как сообщают сотрудники уголовного розыска, злоумышленники незаконно проникали в квартиры, расположенные на первых этажах домов, и похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие личные вещи граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в совершении квартирных краж на территории города Видное. Ими оказались двое ранее судимых мужчин и молодая женщина. В ходе проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли 23 мобильных телефона, сим-карты и банковские карты, ноутбуки, фотоаппараты, наручные часы, строительные инструменты, ювелирные изделия и шкатулку с различными монетами и денежными купюрами различных стран. А при каких вас обстоятельствах вы живете? Дома. Признаюсь, что вы признаете? Нет, не признаю. Установлено, что двое злоумышленников отжимали пластиковые окна и незаконно проникали в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов, откуда похищали личные вещи граждан. Затем правонарушители скрывались с места преступления на автомобиле, за рулем которого находилась их знакомая. Полицейскими уже установлена причастность подозреваемых к совершению двух квартирных краж на территории города Видное. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. За что вы задерживаете сотрудниками полиции? Говорят за кражу. За кражу чего? Квартирные кражи. А где произошла эта квартирная кража? О умности. Вину свою признаете? Нет. В чем вас подозревают? Чтобы считать мать. Что это за статья? Кража. Кража чего? Я не знаю. Вы ранее судили? Судили. Как сообщил и начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова, под данным фактом уже возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. На время следственных действий Видновским городским судом мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине домашнего ареста. Екатерина Борисова, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Продолжает свою работу проект «Стихи живут повсюду», организованный сотрудниками районного историко-культурного центра. В ходе него представители различных трудовых, творческих, общественных организаций читают стихотворные произведения русских классиков. Но этот выпуск, наверное, самый необычный из всех. Судите сами. В Георгиевском храме собрались священники Видновского благочения, чтобы принять участие в 24 эпизоде проекта «Стихи живут повсюду». Идейный вдохновитель мероприятия Наталья Замарина признается, что при организации нынешней встречи ей пришлось преодолеть ряд трудностей, прежде всего, личного характера. Мне было очень непросто, потому что я привыкла подходить к батюшке на исповеди. И подходить к батюшке с какими-либо предложениями светского характера я не знала как. Но мне очень помогла Елена Витальевна, секретарь благочинного отца Дмитрия. И мы написали письмо «Видновское благочение» и получили благосклонный ответ. Священники Видновского благочения прочтут стихотворение поэта Серебряного века Николая Гумилева «Слово». Нынешние чтения посвящены Дню славянской письменности и культуры. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе куне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово сред земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и, как пчелы в ульи опустелом, дурно пахнут мертвые слова. Чтение произведений русских классиков в рамках проекта «Стихи живут повсюду» проходит раз в месяц, и организаторы не раскрывают, кто станет следующими участниками. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.